МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ответ на более чем странное поведение, сторона обвинения потребовала изменить меру пресечения. Ваш честь, было избрана мера пресечения, она в судебном заседании присутствовала. Поэтому, считаю, возможным поставить вопрос на обсуждение об изменении меры пресечения. В итоге суд принял решение перенести заседание. Следующее слушание дела пройдет через неделю. Главное – найти подсудимую. Силовики обнаружили крупную партию контрафактных автозапчастей. Изъято примерно 37 тысяч единиц готовых деталей и их составных. Производили их вот в этом цехе, он находится в Кенеле. По словам специалистов, нет никаких гарантий, что поездка на автомобиле с этими комплектующими пройдет без эксцессов. Как установили оперативники, продавали контрафакт на Тольяттинском авторынке. Организатор производства задержан. Сейчас устанавливают сумму прибыли, которую он мог получить от продажи подделок. Самара, Красноглинское шоссе. Лоб в лоб столкнулись внедорожник Тойота и китайский Лифан. Двое пострадавших госпитализированы. Все произошло накануне вечером. По данным полиции, китайская легковушка выскочила на встречную полосу, где и врезалась в джип. Как оказалось, женщине за рулем Лифана выдали водительские права всего 4 дня назад. От удара она и ее пассажир получили серьезные травмы. Чтобы достать девушек из искореженной машины, понадобилась помощь спасателей. В Тойоте никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. Выезд на полосу встречного движения установлен по следам. Устанавливаются причины. Возвуждено административное расследование. Предварительно водитель автомашины Лифан допустил выезд на полосу встречного движения.